Благодаря себе! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божиим, благослови наши занятия. Так, ну сегодня нас мало, но мы в тележках. Что-то другое-то не пришли, мне ничего не звонили, не писали, может опоздали. Хотели до конца разобрать. Вас не было в прошлый раз, да? Мы Соломона закончили, я хотела сегодня такую сводную таблицу сделать. Поля, открывай уже. Я еще. Ты же была? Вот так вот, разделите страничку напополам. А что-то Даша-то не зашла, Даша-то. Даша-то, Диана. Не слышу. Позвать девочку, Дашу, Диану. А что, не взяли? А что-то она не зашла, давайте позвоним. Пускай она будет здесь. Сколько или это? Лена, как Ксюша? Потихоньку. Тараси-то нет еще. Они в деревне с Агнией. Я не вижу и Агнии вроде нету. Они в деревне. Тут твой листочек какой? Вот этот? А, вот этот, да? У нас всегда занятие, можешь не спрашивать. Это Ди Дэйфи. Так, мы закончили про Соломона. Давайте вот так вот страничку расчерчим пополам. И напишем сравнение. Сравнение. Здесь напишем Давид. А здесь напишите Соломон. И напополам так от руки отчерстите. Давайте каждый вот, как можно сравнить этих двух царей. Давид был второй царь, да? Можем написать Давид второй. Римскими буквами, как правило, напишут второй царь. А Соломон был каким, Леонида? Третьим. Третьим царем. То не Леонида, но ответила правильно. Третий царь. Так, это на одной строчке написали, так? Вот это я первое, что придумала. Сравнила двух этих царей. Кто, какие еще сравнения, да? По происхождению, по правлению, по типу вообще. Чем они занимались. Полина, что еще предложишь? Вот мы прошли две такие большие темы. Давиду посвятили три занятия. И Соломону посвятили два занятия. Ну, предложи, что? Леви, Леви, ты у нас умная, давай. Давид был музыкант, а Соломона, скорее всего, не знаю. Про Соломона мы меньше знаем. Мы можем написать. Давид был музыкант. Ты у нас как фортепиано. Нист музыкант, да? Или как это называется? Музыкант по фортепиано? Пианист. Пианист, точно. Вот. Тебе музыка ближе. Так, значит, музыкант пишем. Давид был музыкант. Музыкант. Ну, про Соломона мы что знаем? Он был... Помните, он написал несколько книг, которые даже вошли в Библию, а, возможно, написал намного больше. Экклесиаз, Пись песней, Премудрый Соломон. То есть он был такой философ, да? Можно сказать, писатель, философ. Хотя Давид тоже был поэт. То есть Давид музыкант и поэт. А Соломон, ну, назовем это мудрец, философ, да? Мудрец. И тоже поэт. Потому что считается, что несколько псалмов и песнь Бесней, это принадлежат руке Соломона. Поэт. Соломон. Так, что еще? Так, Полина. Что еще про Давида ты знаешь? Про Давида, чтобы сравнить с Соломоном. Было это у Соломона или нет? Не знаешь. Так, ну, давайте по происхождению. Леонида. Кем был Давид? Чьим сыном? По происхождению. Ну, не по имени. Сын пастуха. Пишем, сын пастуха. Он был сам пастух. Ну, возможно, и отец у него был сыном. Ну, крестьяне, да? Как сейчас бы сказать. Крестьяне жили своим трудом на земле. Может быть, они что-то еще там усеяли, скот разводили. А Соломон чьим сыном был? Сын царя. Сын царя. Внук пастуха, да, тогда так напишем? Внук пастуха. Сын царя. Посмотрите, у них какое разное происхождение. Родиться в царских чертогах, в царском дворце. Быть сыном царя. Это был Соломон, сыном Давида. От любимой жены. То есть он был приближенный к царю. Детей было у Давида десятки детей. И жен было много. Но любимая жена была Версавия. И Соломон был сыном Версавии. Так? Сын пастуха, сын царя еще. А в правлении, чем Давид прославится? С чего его вот это восхождение? И чем он приблизился сразу к царю и к власти? Воином. Воином. Он победил Голиафа, да? И с этого началось, что он стал впоследствии военно-начальником. То есть Давид был воин. Воин. А Соломон был мудрый правитель. Он не воевал ни с кем. Он вообще ни с кем не воевал. Давид все так устроил. И Господь все так сделал. И обещался сделать, что никаких войн в правлении Соломона не будет. Будет тихое, мирное время. Не будет ни внутренних войн. И междоусобиц, которые начались после смерти Соломона. Не будет нападения внешних врагов. То есть Соломон был кем? Ну просто, как его напишем тогда? Мирный правитель. Ведь Соломон так и переводится, как мирный. Мирный правитель. Это не значит, что Давид не хотел мира. Давид этот мир устроил. Всех врагов разогнал. Всех победил. Всех держал в страхе перед народом израильским. Их, боялись соседи нападать. Так, не рисуй. Переверни. Таблицу заполняем. Так. Ну что еще? Кто что вспомнит? Мы же много прошли. Ну любое качество какое. Посмотрим, есть такое у Давида или нет? Или у Соломона? Ну в принципе и Давид и Соломон были прекрасными правителями, да? Они экономику страны подняли, торговлю. Соломон, что еще можно сказать с Соломоном? Построил храм. Построил храм. А Давид все подготовил. Материалы для строительства храма. Соломон уже подготовил стройку. А Соломон построил великолепный, богатый, по тем временам несравнимый храм, который был построен по Божьему указанию, как он должен быть сделан по типу, как Моисею завещал Господь, чтобы он построил скинью. И по типу скинью был построен храм, разделенный на три части. И по этому же типу за основу был взят построены все наши храмы, где отдельно есть алтарь, как святая святых, куда у нас не заходит никто, кроме священника, есть зона, где все стоят в храме, и есть притвор, куда у нас выходят оглашенные. И раньше только святая святых, священник не мог, как вот у нас в алтарь постоянно заходить, там могли заходить только раз в год. Помните, да, эту историю? Раз в год, очередь, чья была, заходить, и ему ангел явился. Захарий, помните? Была его очередь за эти Захарии, и он был священником, и ему явился ангел и священник. А, он был первосвященник. Да, в этот год. И ему явился ангел, и он сказал, что от него родится. Кто родится у Захарии? Вот, на этом мы заканчиваем тему Давида и Соломона. В чем еще отличие, что Давид принес нам такой памятник покаяния, 50-й Псалом, и за свой грех он был наказан смертью младенца, был наказан тем, что в стране были междоусобные войны, его преследовал собственный сын, пытались захватить власть. На страну была болезнь послана от Господа. И многие события были как в наказание за грехи, за отступление. Соломону, за его отступление, которое мы разобрали, связанное с его женами, многочисленными женами, ни у колкового царя только жены не было, сотни. Жены, сотни наложниц, которые, несмотря на его мудрость, данную ему от Господа, он начал строить храмы другим богам, которые выпросили у него жены. Так вот он благоволел своим женам, что пошел на уступки и сам участвовал в этих поклонениях. Господь, представляете, гнев Господа какой был на Соломона, да? Если заодно только небольшое ослушание Господу, такие серьезные последствия были, которые требовали серьезных наказаний и покаяний, то здесь идти на земле обетованной, очищенной от всех язычников, пришел народ и поселился из Египта народ Божий, Господь устроил эту землю обетованную им жить, и вот с правления третьего царя начинают на этой земле строить эти капища, эти жертвенники другим богам, эти храмы разным, потому что жены были иностранки, они начали свою политику там вести. И все это закончилось чем? Что Господь прогнился, но сказал ради Давида, которому обещал, что не будет войн, не будет междоусобиц, и царство, что стоит на период правления Соломона, все будет тихо и мирно. Но как только Соломон умер, умер он от старости, то есть Господь его не покарал, там чем-то ни войны не было, ни убит был он, ни на поле боя, он умер, но уже негодования народные и волнения при нем начались, и они после его смерти вылились в то, что царство распалось на северное и южное, десять колен были в северном царстве, и два колена в южном царстве, Иуды и Вениамина. То есть Давид был из какого колена? Из какого колена был Давид, и потом из этого колена, еще его потом стали называть колено Давидова, произошел Христос. Христос из какого Давида, с какого колена произошел? От Иудина. Правильно. Ливия сегодня пять получает. Поставь свой виртуальный ливник. Пять, молодец. Иудина колена из двенадцати колен, это было колено, из которого произошел Христос. И именно это колено отошло в южное царство, там остался правед сын Соломона, а в северном царстве избрали другого царя, у них даже имена были похожи там, Раваам и Раваам. Но долго эти царства тоже не просуществовали. Вот такие отступления серьезные, поклонения другим богам, вот это предательство, просто можно сказать, по отношению к Господу, это все повлекло за собой такие последствия, что спустя, ну, во-первых, там цари сменялись, там были цари очень грешные, которые являлись пророки, пытались их вразумить, пророков убивали. Это в Ветхом Завете можете почитать, сколько там событий было. И спустя буквально два века сменилось множество царей. Северное царство, которое отделилось, оно было захвачено и рассеяно. До сих пор эти колена ни найти, ни собрать не могут. Вот, было рассеяно, а сирийцы захватили их. А Южное царство просуществовало немного дольше и тоже было захвачено. И храм был разрушен, разрушен, разорен и разграблен тот знаменитый храм Соломона. Вот, долго он не простоял. Памятники архитектуры некоторым стоят тысячи лет, да? И приезжают туристы, фотографируются с ними там 500-600 тысяч, а некоторых там больше, даже чем тысячи лет. Две, три какие-то там находят строения. То здесь буквально просуществовало 300 лет и тоже было все захвачено и разрушено. Захватило Вавилонская империя. Вот так печально все закончилось. Процветающее государство, благословленное Господом. За отступление от Господа Господь их не оставил и не помиловал, их рассеяли. То, что отступили от Господа и впали в грехи. Вот, так все печально. И когда было организовано царство? Уже потом, когда закончилось пленение, когда возвращались, вернулись, вновь организовали царство. Это спустя века. И потом они построили второй храм. Второй храм. И этот храм тоже был разрушен. Во времена Христа мы читаем, то есть это же Давид с Соломоном правили за тысячу лет до Рождества Христова. Во время Христа, помните, он приходил в храм. И там еще собирали деньги на храм. Его нужно было доделывать, достроить. Помните копилочка храма, в которую женщина две лепты положила? Помните? Вот эту историю из Нового Завета уже. Вот этот храм, это был уже другой храм. Это не был храм Соломона. По типу того храма действительно был построен другой. Но он уже был не совсем тот. И он тоже был. Буквально там сколько-то прошло, десятилетий после того, как Христос что сказал? Он будет разрушен. И он действительно тоже был впоследствии разрушен. Сейчас храма там нет. От храма осталась только часть стены. Ее называют Стена Плача. И паломники туда едут, все евреи идут туда, чтобы поплакать, потому что храм разрушен. У них нет храма. И храм у них, у еврейского божьего народа, может быть только один и только на этом месте. Сейчас там стоит мечеть Амара. Мусульманский храм. Они там не могут построить свой храм. А в других городах где-то что-то, что они строят? Как это называется? Кто знает? Это не храм. Это называется у евреев как? Синагоги. Это места, где они собираются, чтобы изучать. Это как бы такие училища, которые они по городам открывали, потому что храм был только в одном городе. А где, если они живут в другом городе? Каждый воскресенье же они не поедут в другой город на службу со всей страны. Они строили синагоги. Они там обучали мальчиков читать Слово Божие. Они занимались там толкованием. Они собирались в синагогах. И эти синагоги сейчас есть по всему миру. Там, где есть еврейские общины, они строят синагоги. У них есть свои, как они называются, пасторы? Ну, не пасторы. Как у них называются? У евреев. Как называются священники? Ну, пасторы вот эти. У кого? У евреев. Так у них священники-то и есть. А сейчас-то там... такими словами, которые мирские люди. В синагогах. У них священники нет. В синагоге. А у них нет сейчас храма, так и священников нет. Священников нет. Ну, а вот которые в синагогах, они у них как? Учителя, как они у них называются? Ну, учителя, наверное, называются. Я даже не знаю. Вот главные еврейские, как его называют у нас в стране? Какое-то есть у них название. Надо будет посмотреть. Ну, храма нет. У них все нарушено сейчас. Они добиваются его остановить. Вот у мусульман есть, у католиков есть, у буддистов есть, у евреев нет. Они ждут. Ждут, да. Ждут. И он придет. Вместо Христа, антихриста примут. У них по пророчествам же ведь должен прийти Мессия. И Мессия пришел, Христос, они его не приняли. Они до сих пор ждут исполнения этих пророчеств. Так, левее. Не рисуем. Так. Сегодня мы с вами новый стих. Так, нет, вот этот. Из Иакова 2,18. Запишем. Иакова 2,18. Такой стих. О вере. Иаков, апостол, он написал послание, в котором говорил о том, как важно, ну, проявить свою веру. Давайте прочитаем. Всем видно вот так. Давайте прочитаем. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. То есть, о чем здесь говорится? Леонида, как ты считаешь, вот о чем здесь говорится? Ну, своими словами. Не знаешь? Оля, можешь сказать? Веру без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Здесь все вот буквально как написано. Надо же понять, замечательный этот стих, что кто-то, вот у нас даже очень часто общаемся, и кто-то говорит, ой, вы ходите в храм, зачем, как мне на работе сказали, этот фанатизм, зачем этот фанатизм? Ходить куда-то, что-то соблюдать, а постыдок, это вообще все вредно. Это, не надо ничего делать, ведь самое-то главное, самое же главное они говорят, и при том, что они могут даже вера, это вера в душе. Вот ты в душе верь, а вот внешне там, или дела какие-то, это все так неважно, это все так второстепенно, ведь самое главное, вот твое личное общение с Богом, и твое единение, и даже ходить никуда нельзя. Это будет твоя вера. И апостол, и апостол, Иаков, вот как раз, представляете, две тысячи лет назад он понимал, что именно вот сейчас, в нашем тысячелетии, будут именно так говорить, так всегда говорили. У вас какое-то место указано? Иаков 2,18, не правильно? Иаков 2,18. Что-то я подумал, на стих меньше. Ну-ка, вот это. Он полностью, если звучит, но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Давайте дочитаем, тут важно. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Вот мы не видим их, а они здесь. Бесы знаете, они знают, что есть Бог. Вот как вы думаете, бесы? Знают. Знают прекрасно. Верят они, что есть Бог? Верят. Так вот, вера, о которой говорят, главное, что я верю, что вот он есть, и все. Вот верю, и как обрубила. А дальше, не важно. Так это называется бесовская вера. Бесы веруют, знают, и на этом все. У них дальше ничего нет, ни жизни, ни дел, ничего. это настоящая мертвая, бесовская вера. Запомните, и бесы веруют, и трепещут, дальше сказано. И апостол Иаков говорит о том, что если нет дел, подтверждающих твою веру, это значит, вера твоя, мертвая, бесовская, и пустая, она ничего за собой не подразумевает совершенно. А вот апостол послания Ефесянам, Павел, он говорит, ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дарь. А то... Дело в том, что вот это вот, что читаете, вы можете каждый читать, а вот Иакова, как ты скажешь, а я покажу из дел моих, а ничего не делаешь, ни благовестия нету, ни трудов никаких. Понимаете, тут надо на Иакова, Иаков дело показывает. Вера без дел мертва. Я верю. А что толку? Нигде не дождешься. А вы, вы знаете, кто там рядом, даже неверующие, бабушки какие-то живут, кому-то помочь, кому-то обед сварить надо. Может, у кого-то ребятишки не с кем оставить, чтобы родители могли привезти у вас дома какие, дети ясно. Вот мы так делали. Дела, которые человек может себя проявить, их очень много. Даже вот начиная там вот простое, приехать там к храму брать или посетить, на благовестие пойти. Или там вот мы Евангелие заказывали, деньги собирали, раньше нужно было оплату вносить, там небольшую, но вносить. И есть люди, которые участвуют, и участвуют везде, а есть, которые нигде не участвуют. Вот так вот верят, и все внутри. И есть, которые в церковь не ходят, и я верю. А зачем я пойду? Там попы, там священники, там плохие, все плохие, там храм вообще мне не нравится. И начинают, им должно все нравиться, чтобы куда-то что-ли идти. Главное же вера, вот, сказал же апостол, что главное веру, спасаемся мы через веру. Правильно. Здесь противоречий никакого нет. Мы спасаемся верой. Правильно? Мы верой спасаемся. Но, вера-то есть разная. Есть, оказывается, вера и не спасительная. И чтобы понять, что человек верующий, он должен делать дела. Не значит, что я сейчас наделаю много добрых дел, и за это я буду спасена. Нет, за дела мы не спасаем, мы верой спасаемся. Дела лишь показывают, что вера наша живая. Понятно? Не надо говорить, что мы оправдаем. Мы делами не оправдаемся, мы делами не прикроемся, потому что у нас грехов всегда будет больше, чем этих дел. Мы милостью и даром от Господа можем иметь спасение. Кровью Иисуса Христа мы очищаемся от грехов и имеем возможность попасть на небо. А кого кровь Христа очищает? Верующего. Дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть вера. Вера на первом месте. Но вера... Можно, например, верить, да, а делами делать что-то против веры. Показывает, что вера твоя совершенно и не вера, да? Да. Потому что она как раз самая, что ни на есть, бесовская вера. Я верю. Она подкрепляется делами. Да, она и делами, и проявляется делами, и подкрепляется делами. То есть, запомните, делами мы не спасаемся, за добрые дела нас на небо не возьмут. Есть люди неверующие, которые тоже добрые дела делают. Неверующие делают, добрые дела есть. Такие говорят, да, Бога не верю, я это делаю, потому что вот я там волонтер или еще что-нибудь, да? Он будет спасен? Неверующий человек? Нет, конечно, потому что по вере человек спасается. Но не по всякой вере. Есть, как мы разобрали, и бесы веруют, и трепещут. Мертвая бесовская вера. Мы вот раньше с детьми маленькие, они были, маленький стих учили. Вера без дел мертва. Вот из этого же послания Иакова в следующем занятии вот этот стих. А потом мы вот этот я вам задам. Все, пойдемте. Давайте мне пересекраться, я донесу. Ты мне загляешься, Ну, подождите, помолитесь хоть три поклона. Сейчас поклончик сделаем. Поблагодарите, как хорошо у вас идет. Господи, благодарим Тебя за это занятие. Благодарим Тебя, что Ты позволил нам здесь собраться, что у нас есть это помещение, этот храм. Сохрани его, Господи. И батюшку нашего сохрани и помилуй. Даруй ему здравия многое лето. и брачующийся сейчас в Потеряевке. Помоги им, благослови Терентью, Екатерине, благослови их брак, помоги, Господи, всем, кто туда поехал, чтобы дорога была благополучная, вернуться. Сохрани их всех. И нас спаси, сохрани и помилуй. Тебе за все слава, хвала, честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Пойдемте петь. Отец, Сын и Святой Дух. Сын и Святой Дух. Слава Богу, что на небо и землю боремся, я же в них хранящего истинно век, творящего суд обиделым, дающего пищу олчущим. Господь ищет окованных, Господь, неудряя слепцы, Господь возводит незвежные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, силая в долг принят и под грешным погубит. О, Царь, Слава Господь вовек, Бог, Твой, Сеоний, врод и род, имени и прислыва веки веков. Аминь, единородные синие слои Божьи бессмертенцы, и изболивы спасения нашего ради. Воплотите Святые Богородицы и Преснодевы Мари, непреложного человечегося, распныся же Христе Божий смертью смех поправой, единородные святые Товарицы.